друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие прежде чем мы с вами приступим к очередному кино шедевру хочу вас всех поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые теплые интересные смешные комментарии огромное вам спасибо ну что ж мои хорошие а часть 2 марлезонского балета да про рыбу собственно как уралочка рыбу коптила друзья мои вот казалось бы ничего такого не произошло ну да для тех кстати кто не смотрел мою первую часть обзора на ее сегодняшний ролик посмотрите зайдите ну а кто значит смотрел смотрим часть 2 так вот казалось бы ребят ничего не предвещало беды но не тут то было на ровном месте буквально уралочка подскользнулась и упала хотя нет вы знаете сегодня ее ролик а особенно комментарии под роликом выглядели так словно много много хомяков уралкиных уралкиных же обожатели наставили ей под ножик на мол давай падай как говорится ребят чем не так смешно ну во первых вы знаете мы с вами как раз таки зачитывали сегодня комментарии коими уралкины хомяки да которые до сегодняшнего дня были ее хомяками одарили уралочку они там ей написали что она и дура и полная дура и вообще куку и вообще с головой не дружит это ж надо было так рыбу обосрать это ж надо было так испортить рыбу ребят там было огромное количество таких комментариев кстати на что я обратила свое внимание да на то что комментариев сейчас спустя там сколько восемь часов до с момента выхода ролика как то вы знаете на данный момент маловато всего шестьсот девяносто шесть вот на данный момент я зафиксировала да когда я значит снимаю этот ролик всего вот к этому моменту всегда к этому времени у них как правило уже комментариев значительно больше я не обнаружила те самые комментарии которые набрали огромное количество лайков некоторых из них уже не было а это говорит о том что легким движением руки да да друзья мои но нет не брюки превращаются превращаются брюки в элегантные шорты а именно легким движением руки сарафан с уралкой решили избавиться от этих комментаторов чтобы они не запороли всю рекламу а так старалась наша уральская пара уж как они старались постарались как говорится на славу гоготали все смеемся собственно и сейчас знаете ребят я уверена что вот этот шквал негатива где ей писали да как тебе не стыдно да если ты не знаешь ну я уже тоже об этом говорила сегодня не знаешь не лезь да тем более люди кто-то может тебе поверить скажет о она разбирается а раз она с таким знанием дела да подошла к этому процессу приготовления копчения рыбы то скажет точно она разбирается надо бы и нам вот так вот купят да рыбу потратят деньги послушают ее сделают так как она сказала и в итоге получат на выходе непонятно что вместо рыбы подошву и конечно же будут потом уралку постерить уже другими словами знаете ребят а я думаю что уралка завтра выйдет и будет знаете очень и очень свирепая разозлили наверное ее все-таки вот эти вот нелестные комментарии конечно уралочка же привыкла чтобы ей писали только исключительно позитив только хвалили ее гладили по головушке но не тут то было ребят продолжаем обозревать значит на даче уральская пара и как раз таки делают опять продолжают делать обзор вот этой коптильни ого говорит уралочка какой хороший шкафчик для рыбехи о крючочки зеркальце уралка когда сказала рыбешка ребят это нечто я прям представила себе картину вот сидит себе спокойный рекламодатель вуз как говорится не дует а тут картина маслом приплыли двое один у него там что-то все текет текет именно текет это тоже там подгребает непонятно чем крючочки о зеркальце уралка ты вообще здравствуй дерево это точно про тебя о говорит такая красавица висит видимо уралка уже в предвкушении уже готова была залезть в этот шкаф эту коптильню и тут же сожрать эту рыбеху еще сырую еще друзья мои только соленую ну а сарафан ей вторит да все чин чинарем все чин чинарем а уралка ой все на сове сделано хорошо все сделано хоть сделали все замечательно но это она про коптильню знаете как биба и боба вот честное слово я просто в шоке да далее уралочка говорит тут всякие болтики шурупчики есть тут значит все есть лишние крючочки уралочка жалко что у вас лишних болтиков и шурупчиков вот к сожалению не наблюдается в общем да реклама была просто на 5 с плюсом ей пишут в комментариях ребят я вот увидел этот комментарий мне стало еще смешнее да я пишу да так измордовать сазана это ж надо уметь а вот наша умеет друзья мои наши умеет абсолютно все знаете кто-то как говорится да из говна сделает конфетку а наши из любой конфетки сумеет сделать говно это вы знаете ли не каждому я бы сказала под силу ой ребят ну да встретимся говорит через шесть часов сказала уралка вешая значит этого сазана да как уралка сказала сазана да казана сазана я говорит да я думаю что говорит все будет типа нормально знаете ребят а я глядя вот на эту коптильню на эту бандуру да ничего не никаких а как говорится у меня претензий к этой коптильне нет я не об этом глядя вот просто на эту коптильню зная вот эту пару ленивых да пару вот этих вот ленивцев я уверена что они ее наверное больше не достанут но хотя нет если сейчас послушает мой обзор то сто процентов потом достанут они сказали потом там что нибудь еще будем коптить ну сказать можно все что угодно мы помним прекрасно да и тот самый аэрогриль который она расхваливала уж там расписывала всяко разно всякими разными красками ой обдугани буду делать картошечку в аэрогриле ой курочку и туда и сюда и бац мы на следующий день этот аэрогриль благополучно наблюдаем и на авито и на юле короче друзья мои уралка это уралка понятное дело есть сейчас надо рекламу расписать расписать всякими разными красками чтобы к ним еще раз рекламодатели обращались а мое мнение что даже если ну во первых скорее всего конечно же это коптильня пойдет у них на продажу потому что она им сто лет не нужна да ну а вообще они ее конечно же больше и не достанут уралочка ребят решила нам продемонстрировать чтобы вот знаете уже доказать ну прям как вкусно вкусно висит себе рыба никого как говорится не трогать не трогает уралка к ней приблизила свою морду лица свои ноздри схватила вот так вот знаете залезла почти носом в эту рыбеху схватила пальцами какой-то мимимишечный маленький кусочек причем я уверена там на этом кусочке рыбы то не было там было было действительно соль и вот это вот куча специй да схватила сделала ведь что она там значит что-то съела облизала пальцы замыкла вот это вот да ей даже сарафан кстати сказал да чё ты там взяла то ты горит там взяла только соль на что она тут же ребят тут же начала говорить нет это не соль уралка какая же ты вружка вот какая же ты врунь я все-таки да все прекрасно поняли что ты там толком ничего не взяла что там действительно взяла то что там было огромное количество специй и соли да специи соли все поняли что там ничего не попробовала но тебе надо обязательно сказать вот даже твой мужик который стоял рядом озвучил что ты там ничего не попробовала нет 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 я попробовала ну а далее друзья мои события перемещаются уже домой собственно да абду не видно не слышно все как обычно ребят у них знаете всегда чуть что абдуга не в школе чуть что значит все 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 у них как говорится да далее далее уже дома уралочка опять же опять ребята показывает нам вот эту вот рыбу нюхает рыбу опять засовывает в эту рыбу свой нос и озвучила что у них сарафаном уже поэт и рыбе слюни текут сейчас говорит да часть говорит рыбы мы съедим а часть засунем в морозилку скажите пожалуйста кому нафиг нужна вот это вот до копченая рыба с морозилки если ее таскать из морозилки потом обратно в морозилку после копчения да там получится вообще непонятно что и сбоку бантик не конечно это можно съесть но опять же во первых никакой ценности уже да она из себя представляет не будет хотя о чем я говорю какая ценность когда уралка там постаралась знатно с огромным мешком соли да и с огромным количеством специй еле-еле ребят отрезала себе отрезала себе кусочек рыбы ой говорит я себе тут натеребила чё натеребила чем натеребила непонятно ну и при сафари начала значит лакомиться этой рыбкой и опять мэкает друзья мои да вот что самое интересное до этого же говорила ой 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 вот ему сейчас так легко вот он вынужден придерживаться поста да я вот буду ему всячески помогать я его буду морально поддерживать а ну уралочка и заметно ну вы знаете мне кажется там такая рыба была на вкус соленая что уралка там стояла морда лица у нее была уже вся красная она была уже вся пунцового цвета и вот значит когда она схватила этот кусок и замыкала друзья мои что-то он ей ничего не сказал единственное говорит да сразу говорит пиво захотелось она говорит ну да ну да хотя бы без алкогольного а еще и картошечки ребят представляете кто о чем а вшивая бани да кто-то боится лишнюю картофелю но съесть дабы не поправиться а это пофиг веники рыба картошка пивоса сверху да пиво куда тебе это пиво куда тебе пиво еще там вина какого-нибудь сухого да ну или там полусладкого куда тебе это пиво хоть алкогольное хоть безалкогольное хотя конечно же ребят я вот знаете мне смешно уже слушать про вот это вот безалкогольное пиво когда она хлебала в толстой креветке и не раз не единожды да встречаясь со своими подружайками хлебала там пиво такими вот этими баклажками большими стаканами это просто мама не горюй да когда сидела там в гостях у своей подружки тоже бокалами пиво хлебала а тут прям безалкогольное безалкогольная уралка будешь об этом рассказывать своим тупоголовым ведроголовым хомякам которые дальше своего носа ничего не видим не слышим ничего не знаем и собственно продолжаем сидеть с лапшой на ушах да нам ты можешь это не рассказывать знаем прекрасно что вы пьете и выпивали на всех праздниках у вас стояло аж по четыре бутылки спиртных напитков не поющие вы наши да и курите еще кстати вдобавок и ты куришь и сарафан твой тоже курит так вот друзья мои я смотрю на уралку вы знаете морда у нее действительно красная и кстати когда она выпивает по ее выражению лицу сразу заметно что она выпила и не за того что у нее знаете там давление подскочила не давление подскочила ее сразу видно и вот было заметно что вот такое было впечатление что она уже там что-то дерябнула тот же пивас да просто об этом речь шла просто конечно же они же его не покажут что они же они же святые правда когда они сидели в новый год да с бутылками алкашки в том числе и крепкой а кто собственно пил то я все время задаю вопрос и в ответ тишина да он вчера не вернулся из боя так вот друзья мои было впечатление сегодня что она уже под конец дерябнула потому что она стала такая прямо разговорчивая разговорчивая ее уже развезло у нее уже знаете язык на плече она вся красная прекрасная и горит ой остановиться не могу остановиться не могу хочется есть боже мой ребят у меня один вопрос на засыпку кто и группу по инвалидности дал она жрет блин как не в себя на жрет из-за себя из-за того парня она сожрет столько сколько ни одному здоровому мужику под два метра ростом блин столько не осилит съесть вы понимаете это же просто какой-то трындец ребят это просто какой-то ужас это вообще не нормальная ситуация даже сарафан не знал что ей на это ответить когда она сказала остановиться не могу вы знаете вот я на нее посмотрела в этот момент она стоит вот это вот гора морда у нее вся красная вся красная пунцовая и глаза уже в кучу язык уже на плече и вот она вот это в себя запихивает она думает она хорошо при этом при всем выглядит да даже сарафан у ему даже было не до смеха вы знаете он даже он даже видимо не знал что ей как говорится да как на этот момент отреагировать остановиться не могу а еще бы пиво а еще бы картошки боже мой ребят это ужас не с этого человека толку не будет и ей бессмысленно чтобы то ни было писать по этому поводу держи себя в руках куди и так далее да не хочет этот человек абсолютно ничего но ничего друзья мои завтра выйдет после всех вот этих вот комментариев и начнет а знаете а знаете это моя жизнь а знаете я буду вести себя так как я хочу а вот это вот мы так вот посчитали а вот есть такой рецепт а вы готовьте как вы хотите а я готовлю для своей семьи уралка так ты и делаешь все черти как и сбоку бантик вот собственно и вся ты все твои как говорится таланты как вспомню твой гороховый суп как вспомню твои другие шедевры просто волосы дыбом встают вот эта рыба тоже из этой же серии ребят вот такой у меня получился небольшой обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья и еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока и до новых встреч пока пока